С нами на связи Сергей Алексашенко, кандидат экономических наук, а в прошлом заместитель министра финансов Российской Федерации, первый заместитель председателя правления Центробанка России. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Так заместят ли, насколько сильны и есть ли импортозамещающие технологии в России? Ну, конечно, заместят. Ну, конечно, вместо Макдональдса появится булка с котлетой в исполнении Дмитрия Анатольевича Медведева. Он уже нам это пообещал, осталось только подождать. Летишь лет через 20, появится какой-нибудь медвежонок в булке. Будем так его называть. Что-то удастся заместить. Не знаю, кроссовки Адидас. Вместо них будут приезжать подделки из Китая, которые будут стоить столько же, но по качеству будут гораздо хуже и служить гораздо меньше. Вместо Шкоды приедет какая-нибудь китайская машина. Ну, то же самое. Стоить будет как две Шкоды. Ну, а качество соответствующее, потому что будет совершенно другого уровня. И, в общем, не та машина, которая построена с использованием технологии Volkswagen, на базе которого построена Шкода. Понимаете, проблема же не в том, что там российская экономика исчезнет, или это российское население умрет с голода, потому что нечего будет есть. Проблема в том, что падение уровня жизни – это не только, что вы меньше покупаете. Это означает, что вы еще покупаете продукты худшего качества, или вы отказываете себе в каких-то услугах, которых раньше, что называется, могли себе позволить. Ведь если вы перестанете ходить в ресторан или в Макдональдс, а будете есть дома, это же не означает, что вы умрете с голодом. Это означает, что вы больше времени должны проводить у плиты, что вы вместо того, чтобы пообщаться с семьей, будете стоять, жарить, печь, варить и так далее. И, судя по всему, движение в эту сторону идет достаточно уверенно. Вот уже, смотрите, появились первые наметки прогноза бюджета, изменение бюджета российского на 2022 год. Инфляция превысит 20%, а индексация зарплаты пенсий будет где-то на уровне 8-9%. То есть уже сразу закладывается, что падение уровня жизни населения России в этом году составит как минимум 10%. Поэтому вот все это и называется, да, конечно, заместим, только вопрос чем? Шило на мыло? Ну, наверное, только понятно, что шило используется для одних целей, а мыло для других. Поэтому, наверное, так. Скажите, а вот эти все санкции экономические коснутся ли они то большинство населения России, те 70 или 80%, которые поддерживают действия Путина, которые не покупают Adidas, которые не ездят за границу, не отдыхают, которые не ходят в рестораны? Ну, смотрите, эти санкции, они уже всех задели, потому что санкции – это инфляция. И в 2014 году, когда были введены санкции после сбития малазийского Боинга, инфляция в России подскочила до уровня 4% в месяц только в январе месяце, хотя Боинг был сбит в июле, то есть прошло полгода. На этот раз инфляция подскочила практически мгновенно, и все население России это почувствовало, потому что самыми сильными были скачки на те товары, которые входят, что называется, в самую широкую корзину. Это и сахар, это и капуста, это и морковка, это и картошка, то, что называется там набор для щей. Другое дело, что там большинство россиян, вот те самые 70-80%, у них не выстраивается логическая цепочка, что инфляция является результатом паники или ограничения предложения товаров, что является результатом санкций, что является результатом российской агрессии против Украины. Вот такая длинная цепочка российское телевидение очень талантливо перебивает на стадии санкций, война и вообще говоря, представление о войне в изображении российского телевидения совсем другое. Это где мирный российский солдат своим телом защищает несчастных украинских граждан, по которому другие украинцы, одетые в военную форму, стреляют из автоматов. Вот как видит бытовой россиянин, рядовой российский обыватель сегодняшнюю войну. Поэтому эффект санкций ощущают все, другое дело, что цепочка аналогическая выстраивается далеко не у всех. Но все-таки вынуждены признавать масштаб вот этих экономических потрясений для России и вынуждены говорить правду. И вот вчера Алексей Кудрин, глава Российской счетной палаты, все-таки признал, что в ближайшие годы жить будет очень сложно и что текущий кризис будет гораздо масштабнее, чем кризис 2009 года или пандемический кризис. Все-таки вынуждены признавать. Россияне вообще понимают, насколько будет сложно жить? Ну, никто не понимает, давайте честно говорить. И даже когда я отвечаю на ваши вопросы, я даю лишь какие-то там варианты, гипотезы, предположения, потому что понять, насколько реально является импортозависимая российская экономика, насколько последовательны будут, не знаю, там, то, что я называю моральные санкции со стороны европейских компаний, которые отказываются работать в России, европейско-американских компаний, которые отказываются работать в России или привозить товары в Россию. Вот, ну, мне кажется, что, понимаете, опять вот мы говорим, да, там Кудрин сказал об экономическом спаде, да, Кудрин сказал об инфляции, но нужно хорошо понимать, что он дальше не продолжил цепочку, он не сказал, почему все это случилось. Да, то есть вот причины следственной связи в исполнении Алексея Кудрина, они тоже талантливо обрубаются. Да, Россия столкнулась с кризисом, но было бы смешно говорить, что это не так. То есть он признает, но он не говорит, что кризис явился результатом войны, результатом российской агрессии. Поэтому вот, ну, опять Кудрин и те, кто с ним в правительстве, они играют на путинскую пропаганду. То есть они считают, что, объясняют, что Россия вообще говорит здесь ни при чем, что это злобный Запад хочет поставить Россию на колени, и поэтому нам становится жить плохо. Скажите, вот в США одобрили законопроект об использовании актива в России для помощи Украине. Как вообще этот механизм будет работать? Я пока не готов вам об этом рассказать, потому что у меня есть большие сомнения в суде США. Потому что в конечном итоге одно дело заморозить активы, лишить возможности ими пользоваться, а другое дело конфисковать, ну, без предъявления в суде каких-то жестких доказательств вины и ответственности. Я бы сказал так, давайте подождем. Давайте подождем. Владимир Владимирович, хотел бы еще с вами обсудить одну тему. Это газовый шантаж, который вчера продемонстрировала Россия в Европе. Отключили газ. Польша, Болгария заставляет переходить европейских потребителей газа. Некоторые все-таки страны, нужно сказать, в том числе и Австрия, и Германия, уже якобы открывают счета в Газпромбанке. Венгрия. Венгрия та же. Ну, Венгрия, понятно. В российской валюте. Чем вся эта история может закончиться, как вы думаете? Ну, всем сообщениям информационных агентств о том, что кто-то открыл рублевые счета, или кто-то проверяет, или кто-то общается с Газпромбанком. До тех пор, пока не будут осуществлены оплаты по контрактам, которые подписаны в рублях, и до тех пор, пока об этом не будет, что называется, и Газпром, и та компания, которая оплатила, не подтвердят это, все это остается домыслом и элементом той самой информационной войны, которая ведется на многих фронтах, в том числе и на газовом. Ведь одна из задач вот этого газового шантажа в исполнении раздрай в европейских странах, постараться расколоть вот их монолитное единство в осуждении российской агрессии в помощи Украине, в поддержке Украины. И, соответственно, вот этот вот вброс информационный, что вот а германская, немецкая компания, то ли открыл счет, то ли ей Газпром открыл счет. Понимаете, вот все эти тонкости, они сегодня исчезают, и задача с тем, чтобы внутри европейских стран в дискуссии сместилась от обвинения России, выяснения, кто прав, кто виноват, кто лучше, кто... Если обсуждать последствия этого газового шантажа, то мне кажется, что нужно хорошо понимать, так же, как и при введении западных санкций, вот это вот газовый шантаж в исполнении России, он обоюдок острый, потому что, конечно, для европейской экономики это будет серьезное испытание. Нужно будет отказаться от закачки газа в подземные хранилища на зимний период, вот, но вместе с тем... Не платим, что нужно будет. Ну, и цена вырастет, естественно, возможно вырастет цена, да, если сейчас не увеличатся поставки газа. Ну, то есть, к этому... И для «Газпрома» это будет нелегкий период, потому что у России достаточно, у «Газпрома» есть достаточно большие мощности по хранению газа внутри страны, но скорость, возможность закачки, скорость закачки газа туда, она не очень высока. И поэтому «Газпрому» нужно... ...газа, и что, в общем, на самом деле будет бить по его финансовым результатам. И уже появились первые оценки аналитиков, которые говорят, что доходы «Газпрома» от экспорта газа в этом году, несмотря на рост цен, могут упасть, там, не знаю, на 35-40%, а не на 35% доходов, 3 четверти доходов. Да, поэтому летний период, ну, вот если смотреть, знаете, как с птичьего полета, вообще говоря, не самое правильное время для газового шантажа, потому что зима закончилась, отопительный период закончился, потребление газа резко падает, и Европа, по всем оценкам аналитиков, ну, даже при полном прекращении экспорта российского газа или потребления российского газа, может спокойно до сентября месяца жить, ну, в общем, не сильно об этом беспокоить. Я думаю, что все равно, как и во многих других вопросах, главное будет решаться на полях сражений. То, как будут развиваться военные действия, насколько успешно украинская армия сможет противостоять российскому наступлению или потом в какой-то момент ввести то, что будет происходить с газом? А с нефтью? Что будет с черным российским золотом? Готова ли Европа ввести эмбарго на российскую нефть, что будет гораздо болезненнее для России, чем отказ от газа? Вы знаете, у меня другая точка зрения. В выражении и в технологическом выражении отказ Европы от импорта российского газа будет для российской экономики гораздо болезненнее, потому что в Европу «Газпром» продает, не знаю, там, 80% своего экспорта газа, если не считая вот сила Сибири, которая идет в Китай. И развернуть эту трубу, и продать куда-то еще этот газ, превратить его в сжиженный, в СПГ, «Газпром» не может, потому что нет таких заводов, нет таких мощностей. Ему нужно будет реально сокращать добычу газа процентов на 3%. Логический, финансовый удар. По трубе Россия экспортирует в Европу примерно 15-17% от всего экспорта нефти, а остальная нефть идет по морю или по трубе в Китай. И теоретически на танкерах другие регионы мира. Конечно, там выручка российских компаний будет поменьше, но при нынешнем уровне нефтяных цен ситуация для России складывается благоприятно. Поэтому опять мне кажется, что все-таки, если сравнивать такую вот относительную тяжесть газового эмбарго, мне кажется, что газовый эмбарго будет для России болезненнее. Но это не означает, что нужно там, знаете, или-или, можно и-и. Вот. А что там происходит? Там происходит, понимаете, опять, для европейских стран вот вопрос и о газовом, и о нефтеном эмбарго, это не вопрос, как сказать, ведущей страны Европы, и Франции, и Германии, и Италии. В принципе, согласны, что да, это нужно сделать. Другое дело, что французская экономика или испанская экономика от импорта российской нефти практически не зависит. А в Германии в начале года, которую германская экономика потребляла. И для немецкой экономики, для немецких компаний нужно время найти для того, чтобы найти альтернативных поставщиков. Поэтому введение эмбарго на поставки нефти из России, это не вопрос да или нет, это вопрос когда. И на этой неделе... Который сказал, что вот тех 33%, которые российская нефть занимала в начале года, сейчас эта доля упала уже до 12%. И по его оценкам в течение ближайших дней, он так сказал, не конкретизируя, можно будет найти альтернативных поставщиков на единственное время. Все еще потребляет российскую нефть. Это под Берлином в Швейте. Соответственно, как только это технологическое решение будет найдено, соответственно, или там контракты подписаны на поставку нефти, и мощности в нефтепроводах будут забронированы. Вот в этот момент немецкое правительство готово будет... Да или нет. Это вопрос поиска технологических решений с тем, чтобы минимизировать последствия санкций для национальных экономик. Что ж, спасибо, Сергей Владимирович, за такие содержательные, профессиональные комментарии. Было очень приятно поговорить с вами. На связи был Сергей Алексашенко, кандидат в Федерацию и первый заместитель председателя управления Центробанка России.